Сегодня в Государственной Думе обсуждался вопрос по присоединению России в сельскохозяйственный международный фонд. Я думаю, что, конечно же, необходимо вступать в аналогичные организации, потому что ни для кого не секрет, что буквально недавно, 8 лет назад, сельское хозяйство у нас находилось в таком архаичном состоянии. И вот национальный проект развития АПК дал серьезный толчок к развитию сельскохозяйственной отрасли. И благодаря в основном заимствованию технологий, инноваций ведения сельского хозяйства у развитых европейских стран, у Соединенных Штатов Америки, и, конечно же, участие российских специалистов, экспертов в таких организациях, они, конечно же, необходимы, потому что вот эти технологии, по сути своей, они даются нам на безвозмездной основе. И если западные страны ко всему новому, инновационному приходили десятилетиями, то мы буквально за 6-7-8 лет получили все технологии на блюдечке с голубой каёмочкой. Но вопрос в другом. В основном в таких организациях мощных и интересных представители России находятся зачастую без права голоса. То есть просто как эксперты, наблюдатели. И ни для кого не секрет, что данный фонд сегодня работает по обеспечению продовольствием беднейших стран мира. И на это уходят огромные деньги. Вот аналогичных фондов, допустим, Соединенных Штатов Америки, на сегодняшний день практически около 10% бюджета ООН тратят на обеспечение продовольствием беднейших стран мира. Российская Федерация в разделе вот этого жирного денежного пирога практически не принимает участие. Естественно, у нас сегодня были вопросы к замминистру финансов по тому, насколько качественно будет присутствие Российской Федерации в данном фонде. К сожалению, каких-то вразумительных ответов от замминистра мы не получили. Больше я даже скажу, что замминистра не знает, где находится штаб-квартира данного фонда. Конечно, хотелось бы, чтобы в следующий раз представители министерств приходили более подготовленными на заседание Государственной Думы. Ну, а от себя, как от замминистра председателя сельского хозяйства, хотелось бы сказать, что, конечно же, участие Российской Федерации в таких представительных международных организациях необходимо. И более того, необходимо лоббировать, чтобы наши представители находились на руководящих постах в данных организациях, либо имели право серьезного решающего голоса и лоббировали интересы Российской Федерации, у которой есть серьезный сельскохозяйственный потенциал. И мы наравне со странами, ведущими Евросоюз и Соединенных Штатов Америки, можем оказывать продовольственную помощь и, конечно же, получать финансирование за поставку продуктов питания, тем самым наполняя наш государственный бюджет.